Уважаемый народ Украины, то, что мы сейчас наблюдали в парламенте, все эти красивые громкие заявления, которые касаются НАТО, касаются ЕС, это не более чем фальсификация и манипуляция. Это афера, причем уже третья афера подряд, которую проводят политики, которые сначала пытались прийти к власти, а теперь пытаются на ней закрепиться. Первый раз в 2004 году, когда был Майдан, люди вышли на Майдан под красивые лозунги о том, что завтра Украина будет в Европейском Союзе, ну максимум послезавтра. И это те же политики, которые тогда были в нашей Украине, сейчас они находятся в блоке Петра Порошенко, включая самого Петра Алексеевича. Тогда они пообещали Европейский Союз, тогда они пообещали НАТО, они пообещали, что все будет очень хорошо. Я могу напомнить, что было заявление президента Ющенко, и тогда все стояли, и сегодняшний президент тоже, стояли рядом с ним на трибуне, о том, что Украина в 2017 году будет полноправным членом Европейского Союза. Сегодня уже 2019 год, как мы видим, мы не приблизились на самом деле ни на один миллиметр, это 2004 год. Та же самая ситуация, второй Майдан, зима 2013-2014 год. Подменили понятие ассоциация с Европейским Союзом, со вступлением в Европейский Союз. В очередной раз вызвали эмоцию, в очередной раз обманули людей, пришли к власти. Пять лет уже находятся у власти. И сегодня та же афера, та же манипуляция проводится в третий раз. Теперь для того, чтобы Петр Алексеевич остался у власти еще на второй срок. Ничего общего ни с НАТО, ни с Европейским Союзом это не имеет. Это не более чем предвыборная манипуляция. Очень много раз должностные лица Европейского Союза, должностные лица НАТО говорили, что не может быть этого в ближайшем обозримом будущем. Более того, когда решение о закреплении в Конституции НАТО принимается парламентом, подконтрольным администрацией президента, парламентом, которому не доверяют 98% украинцев, ну это выглядит даже не смешно, это выглядит страшно. Судьбоносные решения для нашей страны, такие как присоединение к каким-то военным союзам, либо политическим союзам, может принимать только весь народ Украины. Только на референдуме. По-другому это быть не может. Только что во время выступления с трибуны президент напомнил, что в 2014 году мы имели позаблоковый статус, и посмотрите, к чему это привело, к аннексии Крыма. Да, это правда, но я хотел бы всем напомнить, что в 1994 году наша страна отказывалась от ядерного оружия и был подписан Будапештский меморандум. По Будапештскому меморандуму гарантами нашей территориальной целостности выступали в том числе Соединенные Штаты и Великобритания. Скажите мне, что мешало тогда и Соединенным Штатам и Великобритании в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, повоевать за украинский Крым? Ничего не мешало. Правда в том, что не начнет никто из-за нашей страны Третью мировую войну. Максимум, то, что из нас сделают, это уже делают 5 лет, это буферную зону, как контрольно-следственную полосу. Буферную зону с нищим 15-миллионным населением и с проданной землей. Вот это этот путь. Так сложилось исторически, географически, посмотрите на карту, геополитически, что наша страна находится между тремя серьезнейшими центрами влияния. Это Запад, Европа с Америкой, это Российская Федерация и это Турция с исламским миром. Да, третий фактор сейчас менее выражен, но он тоже есть и, поверьте, он тоже важен. И только нашим выбором является, будем ли мы вечной площадкой противостояния вот этих геополитических огромных объединений, которые вокруг нас, либо станем нейтральной страной, либо станем страной, которая будет находиться со всеми в нормальных отношениях и думать в первую очередь своими прагматичными национальными интересами. Очень много успешных моделей внеблокового статуса в современной Европе. Нам же просто про это не рассказывают. Та же Финляндия, с одной стороны Россия, с другой стороны Европа, в десятку стран входит по уровню жизни. Та же Швеция, с одной стороны Россия, с другой стороны Европа, в десятку входит по уровню жизни. Австрия, до 1955 года было 4 оккупационных зоны, советская, американская, английская, французская. Пока не договорились о внеблоковом нейтральном статусе, внесенном в Конституцию Австрии, не вышли никакие войска оттуда. Посмотрите, каким образом сегодня живет Австрия. Та же Швейцария, нам сегодня рассказывают, что на нее никто не нападает, потому что там все хранят свои деньги. Но сто лет назад же было не так. С одной стороны там Франция, с другой Германия, которая воевала между собой сотни лет. И воевали в том числе на территории Швейцарии. Пока не объявили внеблоковый статус, была вечная война. Потому что тот путь, который нам предлагается, это путь войны до последнего украинца. Это путь вечного хаоса. Это не путь Украины. Путь нашей страны, это путь мирной страны. Это путь страны с успешной экономикой, с высокими зарплатами, с достойными пенсиями, с достойным уровнем жизни. Это путь, когда мы думаем своей головой, своими прагматичными национальными интересами. Всех украинцев, которые думают иначе, чем эта власть и чем этот парламент, напомню, 98% не пользуются поддержкой у населения. Я могу сказать, что после победы на выборах мы обязательно новый проект Конституции с внеблоковым статусом вынесем на всенародный референдум. И каждый украинец определит будущее, в том числе и геополитическое нашей страны. Спасибо.